В этот день 13 июля родились. Николай Бенуа, главный архитектор Петергофа. Основатель русской ветви династии Бенуа прибыл из Франции еще во времена Петра Первого. Эта фамилия была славна архитекторами, художниками, скульпторами и актерами. Яркий ее представитель Николай Бенуа, крестник императрицы Марии Федоровны, один из создателей Петергофа. Николай поступил в Академию художеств в 14 лет, а окончил ее с большой золотой медалью. Почти сразу после многолетней заграничной командировки Бенуа приступил к первому проекту созданию императорских конюшен в Петергофе, выполненных в готическом стиле английского замка. В процессе он не стеснялся спорить с правками самого императора Николая Первого. Как отвечал ему министр Волконский, государь много смеялся от твоей дерзости, но согласился сделать по-твоему. За дебют Зочи сразу получил орден Святого Владимира и должность главного архитектора Петергофа. Зочи продумывал все до мелочей, вплоть до конструкции мебели и костюмов для обслуживающего персонала. Неподалеку от Большого Петергофского дворца появились фрейлинские корпуса, а строили железнодорожный вокзал. Причем так, что внутри можно было проводить балы и концерты. Благодаря этому некоторое время, и это не шутка, в русском языке нынешнее понятие вокзала было слито с понятием музыкального зала. Бенуа создавал родовое гнездо для знаменитых Шереметьевых, был главным архитектором императорских театров. Воистину человек, создававший образ России своей эпохи. 13 июля 1858 года родился Андрей Вилькицкий, гидрограф-полярник. Больше всех из Вилькицких ныне известен Борис Андреевич, человек, совершивший последнее крупное географическое открытие на Земле, архипелаг Северная Земля. А ведь его отец Андрей Ипполитович при жизни был мировой научной звездой, личностью не менее интересной. Начинал Вилькицкий старше, как простой морской офицер, плавал на боевых кораблях на Балтике, по Черному морю, но его влекла наука, гидрография, изучение морей. По этой специальности он окончил морскую академию, был избран членом Русского географического общества. Первая его научная экспедиция была на Новую Землю в Арктике в 1887 году, а вскоре он возглавил гигантское мероприятие по исследованию полярных вод. В 1897 году он вел караван из 12 судов, в 1905-м 22 судна. Они картографировали берег, прокладывали новые фарватеры. Северный морской путь, какой теперь известен вдоль Евразии, он описан прежде всего силами команды Вилькицкого. Попутно они собирали данные по живому миру Арктики. Размах мероприятия был впечатляющим. Вскоре Вилькицкий стал генералом, возглавил всю гидрографическую службу. В 1612 году он первым собрал Международный конгресс коллег, добиваясь, чтобы гидрографы обменивались опытом, делали море безопаснее во всех уголках земли. Коллега из Франции Луи Рено с уважением отмечал, нам показали образцы русских промеров, выполненных среди берегов и на фарватерах весьма сложного очертания. Об этой работе нельзя выразиться иначе, как назвав ее чудодейственной. В России образовалась отборная группа гидрографов, которые служат предметом удивления для всех специалистов. Увы, кипучая деятельность подорвала силы Вилькицкого. Уже в следующем году он неожиданно для всех умер. Ему было всего 54 года. Также 13 июля родились. Исаак Бабель, советский писатель, он известен своей прозой о гражданской войне. Валентин Пикуль, советский писатель исторического жанра. В этот день 13 июля 1857 года в Лондоне Герцен выпустил первый номер журнала «Колокол» первого русского оппозиционного издания. 13 июля 1882 года в крупных городах Российской империи впервые заработали телефонные станции. Первые абоненты, которые появились летом 1882 года, известны буквально поименно. Всего 26 номеров в Москве, 128 в Петербурге. Дом абрикосовых, кноп, братьев Нобили, главных промышленников, управление железных дорог, банков. Да, тогда поставить себе телефон могли только избранные. Слишком большая абонентская плата. 250 рублей в год. На такие деньги обычная семья рабочего могла прожить 3-4 месяца. Но прогресс шел семимильными шагами. На начало 1916 года в России насчитывалось более 66 тысяч абонентов только государственной телефонной сети. 13 июля 1896 года прошла демонстрация первого российского авто Петра Фрезе. Было это на Нижегородской ярмарке. 13 июля 1931 года на заседании ЦИК СССР принято решение о сносе храма Христа Спасителя и строительстве на его месте Дворца Советов. Но реализовать удалось только проект открытого бассейна в границах фундамента храма. Таким был этот день 13 июля.